Илья, поздравляем с победой. Сегодня у вас еще и Бурек. Видел, что подошли, оценили шляпу Александра Кадейкина. У кого она, какого головного борца сегодня интереснее и сильнее? Да, ему подарили за последний хэт-трик. Одну игру Лутибенко. Но важная победа для нас была. Поэтому рад, что здесь самопарадок не получил. Поскольку сложно было сегодня взламывать оборону Адмирала, были ли готовы к тому, что именно такой довольно оборонительный хакив? Да, перетерпели. Были готовы к такой игре. Многие знали, что Адмирал хорошо в обороне играет, ждет контратак. Поэтому переждали, перебороли, свои головы забели и не пропустили. Наверняка важно было сегодня еще и очень дисциплинированно. Сыграть вообще до третьего периода. Ни одного удаления не было. Какой-то акцент был на этом сделан или просто так получилось? Так получилось. Акцента не было. Но показывает, что дисциплина подает результат. Поэтому приятно в меньшинстве не играть. 23-й год, в принципе, удачно для Салавата начался. 4 победы в 5 матчах. Но опять-таки уже в понедельник снова Металлург. Битва, можно сказать, за второе место. Такое постоянное большое количество матчей с топ-командами. Оно как-то подогревает дополнительно команду? Ну, я думаю, в этом сезоне интересно играть. Много игр без перерыва. Сборный СКА. ЦСКА. Поэтому без этих пауз очень интересно. Держишь себя в темпе. Всегда готов играть. Поэтому будем готовиться к следующей игре. Поздравляем с победой. Спасибо. И завершение. Насколько этот матч все-таки был похож, скажем, на игру плей-офф? Потому что борьба на каждом участке, близкий счет, очень так, без удаления практически играли. Ну, на плей-офф, наверное, не очень похож. Мы следующую игру с Магнитогорском играли. Боев повторили бы. И еще 4. Но такая от обороны была игра. Ожидали от Адмирала, что они в такой хоккей будут играть. Мы просто их перетерпели.